Завершилась восьмая межмуниципальная спартакиада среди сел Ненецкого округа. Команда победителей и участников соревнований награждены медалями и денежными сертификатами. Капитану команды из Коткина на церемонии закрытия были вручены ключи от двухкомнатной квартиры. Подробности в материале нашего корреспондента Александра Усачева. Нынешняя спартакиада во многом отличалась от всех предыдущих. Прежде всего, внесенными изменениями в положение по проведению соревнований. И дополнена двумя новыми видами состязаний. Перетягиванием каната и палеотлоном. К последнему виду спортсмены отнеслись с настороженностью. Поначалу было сложно. Очень сильно возмущались капитаны команд. Но когда люди пришли пострелять, уже когда были тренировки по стрельбе, вот те ребята, которые участвовали, они с интересом. То есть негатива никакого не было. Наоборот, им было очень интересно. Они так положительно все это восприняли, по крайней мере, очень хорошо. Очень с таким энтузиазмом они учились. Потом нас еще не пришли, уже спокойненько поработали, постреляли. Поэтому лыжные гонки, я говорю, тоже в принципе все хорошо участвовали. Отжимания, подтягивания тоже, в общем-то, все на уровне. Все изменения и дополнения в проведении этой спартакиады связаны с возможными перспективами принимать участие в соревнованиях федерального уровня. Мы постарались программу вот этой спартакиады, которая прошла сегодня, закончилась сегодня, увезать с теми мероприятиями, которые включены в Всероссийскую сельскую спартакиаду. Правда, пообщавшись с участниками соревнований, не все, конечно, однозначно приняли наше нововведение. Но я думаю, мы будем беседовать. Все равно, в любом случае, мы прислушаемся к мнению участников. Мнения пяти команд участников спартакиады были различными. Кому-то не совсем понятен комплексный подход в палеотлоне. Кому-то сложно подобрать тяжеловесов в перетягивании каната. Но все сошлись в одном мнении. Коткинская спартакиада ежегодно должна привлекать как можно больше команд участников из села округа. А новшества должны только этому способствовать. Сначала у нас было пять видов, сейчас мы дошли уже до восьми видов. И вот я вспоминаю первые две спартакиады. На эту спартакиаду приезжали спортсмены от 35 и старше. А последние две спартакиады уже людей такого возраста встречишь крайне редко. Есть они энтузиасты, есть хорошие спортсмены, но в основная масса – это молодежь. Молодежь, чего мы и хотели добиться. Спартакиада продлилась всего четыре дня. Четыре дня насыщенных спортивным азартом и желанием победить. Лидеры наметились со старта состязаний. Команда Коткина и Красного бились только за первое место, не желая никому уступать. На пятки им наступали команды из Нальминоса, Каратайки и Индики. Есть у нас слабые места, конечно, но даже несмотря на это очень хорошо играли все. Потому что выйти без тренировок, без спортзала – это надо иметь мужество. Не каждый согласится на это. Потому что у нас некоторые игроки сказали – в зала нет, не поедем. Зачем ехать позориться? Да, те, кто приехали, они уже приехали биться. В ходе состязаний сборная из Коткина проиграла в трех видах – теннисе, лыжной эстафете, палеотлоне. И в результате в общекомандном зачете спартакиады заняла почетное второе место. Первое место в этом сезоне завоевала команда поселка Красное. А в борьбе за третье заслуженную победу одержала команда Индики. За полную победу одерживается команда поселка Каратайка. И за сертификат, включая на сумки 10 тысяч рублей. Большой неожиданностью для всех команд участников в ходе награждения стали призы от постоянного спонсора спартакиады Лукоилкоми. Денежные сертификаты от 10 до 50 тысяч рублей на приобретение спортинвентаря вручил ведущий специалист Центра общественных связей Денис Кулиш. На будущее он заверил, что межмуниципальные спартакиады в Коткино, так полюбившиеся сельчанам, является составной частью программы поддержки спорта на территории производственной деятельности Лукоилкоми. А в финале церемонии закрытия 8-й спартакиады помощник губернатора Олег Поздеев вручил молодому специалисту, учителю физкультуры Коткинской школы, незабываемый подарок. Я думаю, что это самый подходящий момент для того, чтобы в торжественной обстановке вручить капитану команды Коткина ключи от новой двухкомнатной квартиры.